всем добрый день вы на канале вязание от ангелины а зимов на яндекс на яндекс дзен новая платформа что делать что будет потом не знаю но пока вяжем здесь пока ролики хорошо выкладываются им радоваться тому что имеем хотелось что-то может быть другое но пока то что есть сегодня стоит такая интересная работа футболочка такая или летняя кофточка с коротким рукавом топик мы связали а сегодня наша задача связать горловину обвязать и рукавчики надрезать ролик маленький короткий познавательный предлагаю посмотреть у нас с вами уже готовый топ задача я всегда делаю со спины привязываю ниточку и начинаю в вязку обвязку я всегда почему-то делаю просто полустолбика мне кажется это достаточно хорошо смотрится красиво вот самое главное это равномерно до связать мы ниточку привязываем так 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 ниточку привязываем и начинаем вязать так еще разочек всегда так бывает когда хочешь быстрее на привязали сделали две воздушные петельки вот у нас идут воздушные петли без столбика раз два три три полустолбика связали столбик то есть на воздушных петельках можно немножко сокращать нос 4 воздушные петли мы будем вязать 3 полустолбик а там где столбик мы в него тоже вяжем пол столбик и так далее вот такой рядочек предлагаю связать я думаю совсем несложно горловина до получилось вот такого плана обвязала первый ряд полустолбиками а потом уже по готовому просто столбики без накида подают аккуратность по горловине что могу сказать если вы хотите ее уменьшить значит нужно вязать полустолбики сокращая то есть где-то надо уменьшать допустим каждые пять полустолбиков 2 вместе связать да вот если вам не нужно значит просто напросто вяжем даже чуть больше там где у нас воздушные арочки можно вязать можно увеличивать полустолбики подогревали на бочей больше это нужно обязательно учитывать вот я провязала обычно я так и вижу горловину что обязательно начинаем вязание с сзади да со спинки чтобы не было видно шва описали вот она у меня такая была провалена более квадратная я ее скруглила за счет чего за счет того что просто напросто ничего я не делала также вязала и получилось овальные никаких действий я не делал идем дальше связала рукав небольшой на любителя да кто хочет длинные рукавчик не вопрос кто хочет короткие каким образом если мы уже все тело связали таким узором и вы знаете как это вяжется тоже совсем не сложно вот где у нас пройма находим пройму там прямо где подмышка у нас вот в это место присоединяемся привязываем ниточку потому что здесь не будет видно шва и поэтому удобно начинать наш первый рядочек вязание нашего очень красивого узорчика такой 1 2 3 воздушные петли и еще два столбика помните пышный столбик у нас идет 1 2 3 4 и самое главное как распределять тут получается чисто интуитивная у следующую арочку столбик с накидом провяжу один два три 4 теперь ну примерно на одинаковом расстоянии до пышный столбик то есть первый ряд у нас идет такого плана пышный столбик и столбик с одним накидом и главное 1 2 3 4 наверно все таки примерно вы должны представлять примерно сколько какое расстояние оставлять между ними потому что она же здесь внизу нету столбиков то есть мы вяжем все на интуиции и чтобы не тянуло 4 воздушные петли связали раз два три 4 вот чтобы не тянуло ставим крючок дотягиваемся куда вот вот сюда и не бойтесь набрали допустим первый рядочек примерили вам показалось что узкого то или наоборот широковато распустите первый ряд это несложно 1 2 3 4 и еще раз делайте набор так как вы считаете нужным очень часто рукав пройма у нашей руками рукав нам нужно под уменьшить тогда да тогда смотрите раз два три четыре тогда мы не растягиваем а наоборот вот так вот немножечко увеличиваем расстояние внизу вот так вот как бы натягиваем расстояние внизу больше здесь четыре у нас воздушные петли тогда вы сократите есть сокращать не нужно тогда вяжем вот на таком расстоянии примерно как вверху воздушные петли так и внизу оставляем такое вот расстояние 1 2 3 4 вот а в общем и целом вязать рукав абсолютно не сложно не бойтесь самое главное сделать первый распределительный ряд нашего узора 1 2 3 4 а вот не сложная и конечно посчитайте сколько в первом рукаве сделали столбиков столько и во втором чтобы все было одинаково вот такой первый ряд мы вяжем либо немножко внизу оставляем больше расстояние тогда рукавчик будет чуть меньше либо ровное расстояние как соответствующие 4 с петельки вверху и примерно такой же внизу вот таким образом набираем первый ряд а как вязать следующий ряд мы прекрасно знаем потому что мы уже всю кофточку с вами связали я связала вот мы вот мой первый ряд основной узор и первый ряд это все я провязала 1 узорчик 2 и 3 ты узорчика и получился небольшой рукавчик не такая летняя модель нежная красивая за счет красоты слонемской пряжи за счет нежности цвета получается можно длинный рукавчик тут уже смотрите сами как вам нравится больше основной узор и по проме набираем узорчик который мы уже с вами знаем предлагаю попробовать связать рукав и не бойтесь что не получится он обязательно получится провязала 3 узора и рукавчик у нас есть вот он такой после того как мы провязали первый ряд а дальше как вязать мы знаем то длина рукава тут уже не играет роли вы можете вязать столько сколько вы хотите я решила ограничиться такой формой короткая как футболочка на лето и последний штрих 3 рядочка я связала теперь я буду просто обвязывать там где воздушные петли я вяжу 1 2 3 столбик не вяжу пропускаю 1 1 2 3 3 полустолбика я вижу между лепесточками один то есть я немножечко немножечко делаю сужение не в каждую петельку провязываю а чуть-чуть сокращая 1 2 3 и следующий ряд я провяжу для завершающей такой стадии что уже все было красиво и аккуратно провяжу один ряд столбики без накида часто я так делаю вот смотрите получается первый рядочек вот они полустолбики и последний ряд столбики без накида и получается красивая обвязка такая красивая обвязка и наша летняя кофточка можно назвать ее футболкой готова расход пряжи на размер 44 42 44 такой знаете детский вариант получился 150 грамм всего-навсего очень приятный нежный цвет и не ярко-розовый и не прям совсем блин а вот такой именно нежный я и называла цвет пыльная роза мне так кажется так как припыленный такой розовый цвет красивый очень узорчик надеюсь вам тоже понравится и свяжите своим деткам внучка а может быть и себе почему нет огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца и огромная просьба пишите обязательно пишите комментарии в яндекс цене яндекс если видит что активность есть на ролике этот ролик продвигает показывает большему количеству и есть возможность у всех посмотреть если нет комментариев то ролик задвигается на задворке и не показывается а хотелось бы чтобы работа была не напрасно что видео пригодилось совсем любителями задние кому нравится вязание вязали получали удовольствие тем более ну абсолютно бесплатная до новых встреч на яндекс цен жду вас почти каждый день а иногда и каждый день до новых встреч